До Нового года осталось три дня, поэтому Казанский федеральный университет продолжает проводить мероприятия, посвященные главному зимнему празднику. Вот и в Институте филологии и межкультурной коммуникации состоялась встреча с иностранными студентами. На мероприятии ребятам рассказали о традициях празднования Нового года в России. На мероприятии проходят в предвкушении замечательного праздника Нового года, собранные иностранные студенты, которые хотели бы больше узнать про историю елки, историю елочной игрушки, в первую очередь, конечно, в России, но и как это вписывалось в мировую историю. В начале мероприятия с торжественным словом выступил проректор по внешним связям Тимирхан Алишев. Он поздравил студентов с наступающим Новым годом, а также подвел итоги работы студенческого научного кружка «Полимирия». Затем состоялось награждение активистов объединения. Действительно замечательное мероприятие мы сегодня с вами проводим. У нас в университете очень хорошо, последние годы была налажена работа по вовлечению студентов, ребят в науку, научную деятельность. Кружковое движение создавалось, перезагружалось в нашем университете. Это одно из инициатив, которое буквально полтора-два года. Это создание кружка специально для иностранных студентов, который позволял им с ранних пор вовлекаться в научную деятельность, который называется «Полимирия». Проект действительно интересный, и он направлен на ранний поиск и вовлечение вот этих талантливых ребят из-за рубежа в научную деятельность. Помимо изучения тонкостей праздника в России, иностранные студенты рассказали о том, как проходит празднование Нового года в их странах. Таким образом, участники мероприятия узнали о традициях проведения торжества у разных народов мира. У нас проходят различные мероприятия в разделе «Полимирия». В этот раз у нас будет об истории игрушек, новогодних игрушек. И мы, соответственно, будем просматривать, какие игрушки есть, используются на Новый год. И подробнее могу рассказать мои коллеги, которые здесь тоже находятся. Новый год – это самый большой праздник России, и все очень с радостью отмечают. И я хотел бы узнать о истории Нового года, откуда это началось все. И недавно я читал, что новогодние персонажи, как Дед Мороз и Снегурочка, что даже в России есть город Деда Мороза. И еще русские отмечают день рождения Деда Мороза. Это вообще удивительно и очень интересно одновременно, чтобы узнать, как русские отмечают Новый год и что они делают. Отметим, что такого рода мероприятия помогают студентам окунуться в культуру русского народа. Адалина Абдрахманова, Фарид Захетоглы, Универтньюз.